выход из депрессии есть дорогие друзья с этими словами мы начинаем нашу программу в студии телеканала импакт на программе влияние и так сегодня мы будем говорить о депрессии почему не секрет для каждого из нас что и в америке и других странах все больше и больше людей начинают принимать антидепрессанты и также не секрет уже что среди верующих людей появляется много тех кто принимает эти таблетки и это становится такой большой проблемой поэтому мы обсуждаем эту тему и у нас сегодня в гостях уникальный человек в нашей студии оксана макеева из херсона а если точнее оксана артур паул миссионер в индии а если еще точнее по фамилии вы услышали да это жена пастора индийского пастора в городе бангалор и так оксана мы рады видеть вас в нашей студии добро пожаловать спасибо большое спасибо что я имею честь здесь находиться с вами и делиться о том что господь сделал в моей жизни да слава богу первый вопрос который ну хочется прочитать одно место из писания а кто верует в меня у того как сказано в писании из чрева потекут реки воды живой это евангелие от иоанна 7 глава 38 стих а сегодня мы решили поговорить на эту тему вот но как первый вопрос вот иисус говорит что если человек верует в меня из чрева потекут реки воды живой и конечно же мы здесь не говорим о людях неверующих которые которых появляется депрессия да мы говорим о людях верующих если иисус говорит о том что вот из даже не сердца даже не из разума до из чрева то есть как будто где-то из глубокой там изнутри эти реки воды потекут вообще почему мы говорим здесь о депрессии тогда и почему верующих людей вот появляется эта депрессия есть какой-то быстрый такой короткий ответ на к сожалению сатана пришел украсть убить и погубить и конечно же он действует и в жизни верующих людей и когда есть открытые двери то есть когда у нас мы теряем близких когда у нас боль одиночества у нас бывают разные происшествия в жизни и когда это происходит то сожалению не все христиане умеют справиться с этим и приходит мы допускаем к себе депрессию то есть не все получаются справиться с этим да интересно когда мы говорим о депрессии ну понятно библи более библейский термин это уныние до или дух уныние как-то так библине слова депрессия вот нашим таком современном понимании а вот и для этой беседы вот я не пригласил какого-то доктора психотерапевта хотя мы могли бы позвать до пригласил вас почему потому что уже так хоть немножко мы смогли познакомиться и я узнал понял что детство у вас было с одной стороны или так сказать до какого-то времени такое очень счастливо очень хорошая и это хорошо чтобы осознать контраст да а вот а вторая часть детства было ну так сказать много что пришлось пережить вам и именно поэтому я понимаю что для нашей телезрители у вас будет множество таких полезных советов которые вы не где-то прочитали в книге да и вот так рассказываете красиво да вот лично пережили ваши жизни если можно для наших телезрителей рассказать вот что было в детстве и какие вы были первые впечатления вот такие переживания которые можем сравнить с депрессией ну то есть какие-то перепреживания как столкнулись такой несправедливость в этом мире со злом отверженностью болью вот какие первые эти вот воспоминаниях я я помню примерно свою жизнь с 5 лет и такое самое яркое воспоминание что когда я первый раз почувствовала боль я как бы я жила с родителями все было хорошо у них бизнес все хорошо они начинают пить но как бы на меня их пьянство не так сильно влияло но когда к нам пришли из государственных властей и начали меня забирать это что-то что очень сильно повлияло на меня то есть пришли люди посмотрели что мои родители пьют и они начали забирать меня от родителей то есть это было первый такой в моей жизни меня оторвали от родителей меня отвезли я была в больнице и я как бы я просто рыдала днями напролет и я не понимала и не понимала почему это сделали я злилась на людей и просто такое пришел отверженность большая отверженность пришла то есть получается первая часть детства это было счастливое детство родители бизнесмены значит устроено прекрасно чудесно там и конфетки игрушки все лучше чем у других да вот а потом такой переломный момент и начинается вот то то чем вы говорите а что потом было то есть как бы получается так что отверженность сразу потом что какие попытки начать заново жизнь или не знаю что то с родителями то есть что дальше то есть как бы один момент я помню любовь родителей я помню что мы живем богато три больших дома моя мама золотых чашек с позолоченных пьет и большая любовь большое проявление то есть очень высокий уровень а в другой момент я вижу что у моих родителей все отобрали я вижу что мы как бы в маленьком доме у нас ничего нет то есть они оказались в таких обстоятельствах и меня забирает в интернат и такие эмоции просто отвержение одиночество понимание что ты никому не нужен и дети в интернате все ждут ждут что родители придут и заберут их и проходит день и два и год и три никто за тобой не приходит и это тебя живые родители не приходят да это тебя разрывает изнутри и это тебе дает понимание что ты никому не нужен и приходит такая в твоя жизнь пустота что ты никому не нужен и даже чем больше ты чем больше я росла я понимала что как бы мои родители пить начали и я ждала ждала моя мама приходила мне разрешали с ней видеться и ей сказали что мне там нет и И просто понимание, что нет выхода, тебя никто не ждет, у тебя боль, одиночество, переживания, у тебя просто пусто в жизни. И боишься, как бы, основные, что людям нужно, это, чтобы питаться, вода, второе, это кровь над головой, третье, это забота родителей, любовь. И, конечно же, я осознаю, что у меня есть еда, я осознаю, что у меня есть кровь над головой, я не на улице, но вот этой заботы, она просто исчезла. И такой страх, как бы, я знаю, что пройдут, я 9 лет провела в интернате, я понимаю, что пройдут 9 лет в интернате, и я иду в никуда, меня никто не ждет, никого нет, кто бы меня поддержал. И такая просто боль приходит, и понимание, что ты один, ты никому не нужный. Я не знала тогда слова депрессия, но просто такое переживание, и пустота, и понимание, что тебя бросили, и понимание, что в жизни нет надежды, ты теряешь надежду. Да, это, конечно, удивительная вещь для тех, кто не пережил. Дорогие друзья, перед нами свидетель, человек, который пережил то состояние, которое, ну, обычно так врачи, психологи, психотерапевты говорят, это должно быть хотя бы на протяжении двух недель. То есть, когда человек уже пребывает в таком тяжелом состоянии, тогда это уже, как бы, трактуется как депрессия. Ну, вот, с самого детства, когда человек годами проходит через это, переживает это, и сейчас мы слушаем, и дальше мы будем слушать, каков был выход, да. Но это было еще тогда, когда, ну, детский период, ты не сознаешь, кто такой Бог, да, ты еще не понимаешь, что вообще в мире происходит, да, но ты уже чувствуешь эту боль, эту отверженность. Были ли попытки что-то сделать, как-то изменить жизнь, или были ли люди, которые приходили и говорили там, Оксана, ты там делаешь что-то не так, тебе вот надо вот это, вот это, вот это, и все будет чудесно и прекрасно? Что я хочу сказать, во-первых, приходит осознание, что даже в маленьком возрасте, что может быть хуже, потому что мы всегда воспринимаем, что наше, вот то, что мы проходим, это самое болезненное, это самое плохое, то, что мы проходим, все, наша боль, она самая большая, она на весь мир. Но на самом деле, когда мне другие девочки и мальчики рассказывали, через что они проходят, это, то есть, это было насилие, их родители пытались их убить, они их тушили окурки, это такая боль. И я, когда я плакала, сироты не плачут, так, мы улыбаемся и все хорошо, но когда ты приходишь ночью, ты берешь в зубы подушку и плачешь тихо-тихо, потому что у этих людей, у них родители умерли, у этих людей, у них, о них тушили окурки, этих людей. Мне подружка рассказывала, в нее топором бросала, мама всегда, когда или кочергом, или топором бросала, то есть, у них реальные проблемы, а у меня, на самом деле, не такая большая проблема, и нужно плакать тихо, потому что их боль намного больше, и их переживание намного выше моего. Хорошо, ну были какие-то же люди, наверное, которые приходили, давали советы, как-то старались помочь. Да, к нам приходили христиане, это была миссия Агапа, они приходили, говорили о Боге, и когда они говорили, что Бог любит тебя, то я приходила к себе в комнату и плакала. Я говорила, если Бог любит меня, почему в моей жизни такое произошло? Если Бог есть, и Он любит меня, почему мои родители оставили меня? Если Бог любит меня, почему так все произошло? Почему эта боль, почему это одиночество, почему эти переживания? Но они продолжали говорить о любви Христа. Бог любит тебя у Бога, есть в жизни большой план на твою жизнь. И насколько это сразу же меняло, или наоборот, приходила обида, огорчение? Что происходило после этого? Как бы конкретно, когда я уже начала, как бы у нас были библейские уроки на протяжении долгого времени, но конкретно... То есть это года? Да, это были года. Это были уроки каждый раз, но ты как бы веришь, пока продолжается урок, ты идешь, настоящая жизнь наступает, и очень тяжело это принять. Уже 9 лет, проведя в интернате, я была в детском лагере, и мне говорили, Оксана, Бог любит тебя. Как я говорила, я и шла, и плакала в комнату. Но эти люди, они сильно радовались, они сильно молились, они были наполнены чем-то, чего у меня не было. И я говорю, во что проблем нету? Во что говорю, у вас все хорошо? А эта девочка, ее Жанна зовут, она говорит, Оксана, у меня есть много проблем. Проблемы с финансами, проблемы с родителями, но у меня есть Иисус Христос, и я к нему обращаюсь, и он дает мне все, что мне нужно, чтобы побеждать, чтобы продолжать жить. И в тот момент я осознала, что я хочу себе такого друга, я хочу себе Бога и друга, который придет, поможет мне и заберет мою боль. И когда пришел этот друг? Да, еще прошло, наверное, полгода. Еще полгода? Да. Я как бы... В случае лет в учении. Да, как бы я уже, я кончила интернат, я оказалась в таком положении, что мне некуда было идти жить. И когда я оказалась уже, я хотела учиться в институте, я хотела высшее образование. Мне сказали, идешь пониже, ПТУ, училище, мы тебе даем жилье. Идешь в институт, у нас нет для тебя жилья. Но я так жаждала высшего образования, и я пошла как бы в институт, и оказалось, что мне не где жить. В этот момент христиане, они мне предложили, говорят, у нас есть центр, как бы для девочек, которые тоже вышли из интерната. И там есть человек, который будет с вами жить. И эта женщина, конечно, произвела, и зовут Надежда, она произвела большое импакт, просто большое впечатление на жизнь, влияние на мою жизнь. И это просто удивительным образом много любви. Но не было такого чувства, что эти христиане подкупить пытаются, завладеть тобой, чтобы ты потом им платила, что-то там, я не знаю. Если честно, да. Было такое, да? Я всегда думала, что эти люди хотят, что они меня попросят после какого-то времени. И это было, наверное, долго продолжалось. Я думала, ну, наверное, они потребуют что-то взамен. И всегда такое, как очень тяжело, когда ты был отвергнут, научиться принимать любовь. И я вот как ежик, и я не могла научиться принимать любовь. И эта сестричка Надежда, Надежда Ивановна, она всегда молилась за нас. И однажды я проснулась ночью, у нее ночная стража с 3 до 4 ночи. И я проснулась ночью, и она со слезами на глазах, она не знала, что я проснулась. Она стояла в своей комнате, склонившись на коленях, и она говорит, «Господь, я прошу тебя за Оксану. Я прошу, чтобы ты благословил ее, чтобы ты повел ее своим путем». И это что-то, что изменило мое сердце, это что-то, что меня очень коснулось. Ее никто не заставляет это делать. Никто ей за это не платит. Она любит нас. И это сильно привело изменение, что в меня верят, в меня любят. Опять же, эта любовь, которую я так жаждала, это пустое место, она начала заполняться. И, видя ее искренность, я была в церкви. И когда я была в церкви, то я каждое воскресенье ходила на протяжении полгода. Но в этот день, мне казалось, все пастыря говорили именно мне лично. Один говорит, Бог любит тебя, Бог хочет изменить твою жизнь. Бог заберет все, что тебя гложет, всю боль. Второй говорит, Бог заберет всякий грех, всякое одиночество. Бог, третий говорит, Бог заменит тебе отца и мать. Если у тебя нет отца и мать, тебе Бог заменит тебе отца и мать. И в этот день пастор говорит, кто хочет принять Иисуса, кто хочет принять Иисуса. Он спросил столько много раз. Обычно спрашивают один раз, и я быстренько выбегаю. А он спросил столько много раз. И я... Почему выбегала? Меня всегда Бог звал. Я всегда чувствовала, что я должна стоять там впереди, я должна принять Его. Эту пустоту мог заполнить только Бог. И я должна была бежать туда, но у меня было такое понимание, что как я могу измениться за один день? Как я могу за один день стать такой хорошей, поменяться? Я, наверное, не могу. И я всегда, как только перед призывом к покаянию, я всегда выбегала. И в этот день я оказалась, что я была в церкви, на втором ряду еще села, и со второго ряда мне было всего два шага сделать вперед. Но мне казалось, что вся жизнь белькала перед моими глазами. И я просто говорю, Господь, как я могу измениться, как я могу поменяться? И у меня вся жизнь проходит перед глазами. И я просто, когда я переступила эти два шага, я не помню, за что молился пастор, служитель. Я помню, что сам Иисус Христос стоял со мной рядом. И он говорит, дитя мое, с этого дня ты больше не сирота. С этого дня я твой отец, я твоя мать, я все для тебя. И это был как бы переломный момент в моей жизни, когда моя жизнь сильно изменилась. И я почувствовала любовь к Божью. Любовь к Божьей заполнила меня. Эта пустота, которая была в моем сердце, она была заполнена. Бог забрал мой грех, Бог очистил меня, Бог забрал боль, одиночество, Бог забрал мою депрессию, Бог забрал все, что меня как бы гложет. И просто я стала, Бог еще учил меня, но в тот момент я почувствовала, что сильно моя жизнь изменилась. Хорошо, можно ли сказать, что в один момент все поменялось? Ну, либо стоит все равно признать, что это был какой-то процесс исцеления, когда душа исцеляется, когда уже переставишь плакать по ночам, когда уже как бы страх уходит. Момент или процесс? Как бы, что сказать, я верю, что когда человек принимает решение принять Иисуса, это как бы ты 50% ты принял решение, ты сознаешь все. И это 50% процесса закончилось, потому что ты принимаешь, что у тебя есть проблемы, ты принимаешь, что ты в проблеме, и ты хочешь выхода. И ты принимаешь Иисуса в свое сердце, то я верю, это 50% процесса прошло. А дальше еще 50% это, конечно же, Бог тебя учит, как вы сказали, Бог тебя учит, Бог тебя наставляет. Это процесс, конечно, полностью изменится, преобразится в образ Христов. И это уже как бы Господь работает в тебе. Ну, спасибо, благодарю за такое открытое свидетельство. Мы, может быть, еще будем возвращаться к нему. Вот, но, как бы, последний вопрос, что касается вот этого свидетельства, не возвращаются ли вот прежние мысли, прежние страхи, прежние боли, вот не появляется ли такого, что вот где-то живешь, и какая-то неудача в жизни, да, или что-то такое случается, и тебе там раз и опять те же чувства депрессии, там, или печали, вот состояние такое возвращается периодически, или, как бы, после покаяния вообще, как бы, оно, как бы, ну, чуть-чуть только. Да, конечно же, возвращается. И на самом деле Бог научил меня бороться с этими чувствами, потому что возвращалось чувство одиночества, как бы, ты сирота, ты никому не нужен, ты все равно, сатана всегда пытается дать эти мысли. Что бы ни произошло в прошлом плохого, больного, что бы это ни было, какая бы рана ни была, сатана пытается всегда, Иисус излечил рану, сатана всегда пытается открыть эту рану, и всегда приходят мысли, но написано, что нужно пленять свои мысли. И я научилась, я просто молюсь, Господь, обнами мой разум. Если мне сатана начинает говорить, ты одна, у тебя никого нету, я сразу же провозглашаю, Иисус Христос умер за меня на Христе, у меня есть Иисус, и у меня есть люди, которые Бог послал в мою жизнь, которые любят меня. И как только мне сатана какую-то мысль отдает, я говорю всегда, очень большие страхи приходили, и у меня такой страх был, я сажусь в самолет, и у меня такой страх, ты разобьешься. И во имя Иисуса этот самолет долетит, я провозглашаю победу в твоей крови, Господь. То, что сатана говорит, я провозглашаю Слово Божье на это, и я говорю, Бог сохранит меня, крыльями своими осенит, и с ним я буду безопасна. И я провозглашаю Слово Божье в свою жизнь, и это помогает мне даже сейчас переходить все страхи. То есть сатана пытается дополнить, но он не может подойти близко больше ко мне. И я научилась использовать Слово Божье, призывать кровь Христа, и это мне помогает, я никогда не углубляюсь ни в депрессию, ни во что. Если у меня какое-то переживание, потому что это жизнь, и мы живем, у меня семья, у меня четверо детей, и когда у меня какое-то переживание, Бог говорит, да не зайдет солнце во гневе вашем. И я говорю, Господь, я сегодня плохо себя чувствую, у меня реально депрессия, у меня сегодня был ужасный день. Но я говорю, Господь, я не позволю, чтобы эта депрессия пришла. То есть у меня луды не приходит. Я говорю, я не позволю, чтобы пришла депрессия. Вот сегодня, я сегодня поплачу, я сегодня, как бы, как женщина, знаете, у нас эмоции, у нас это... Освободиться. Да, и я поплачу, я скажу, Господь, у меня вот эта боль, у меня это переживание. Разные вещи происходят. Близкие люди теряют своих близких людей. Ты за кого-то беспокоишься. Война. И я плачу, и я говорю, Господь, но завтра утром я простусь, я буду славить Тебя, я буду продолжать жить. И я буду все делать, чтобы моя жизнь прославляла Господа. И я буду... Потому что Бог дал нам духа радости, да? И я верю, что этот дух радости, он должен, конечно же, быть более и более на нас, в нас, чем дух и ныне. Да, спасибо. Итак, дорогие друзья, я думаю, сейчас вы уже поняли, осознали, почему эта тема, почему с нами сегодня такой гость. Человек, который многое пережил, прошел и даже открыто об этом говорит. И уже как бы наперед мы говорим о том, что это не значит, что ты пришел к Богу, и у тебя вся жизнь уже как по маслу, ну, как говорят, все чудесно, прекрасно, да? Нет, периодически что-то будет возвращаться, но это уже не депрессия, это уже не то состояние, из которого человека нужно выводить. Вот, поэтому для нас это такое ободрение, что и надежда есть, и выход из депрессии есть, вот, но нужно что-то сделать с нашей стороны. Итак, мы переходим дальше, вот, к основным вопросам нашей темы. Америка, счастливая, благоденствующая страна. Ну, конечно же, есть там что-то такое, да, но в основном все прекрасно, все хорошо, от голода никто не умирает, тут надо постараться, чтобы от голода умереть. В Америке это даже цена пропитания намного дешевле, чем в других, даже бедных странах. И, казалось бы, ну, должны все радоваться, улыбаться, да, счастливые ходить. Но, к сожалению, иногда замечаешь так, что просматриваешь какие-то видеоролики, как люди живут там, где-то в Африке, там, да, и вот люди, беднота, нищета, даже вот в Мексику мы ездим иногда, в миссионерской поездке, а люди там радуются, улыбаются, там, танцуют, прыгают, и такие счастливые. Иногда так смотришь на наших, американцев, и как-то, ну, думаешь, что уже контраст какой-то такой, да, и вот замечаешь, и задаешься вопросом, так как вообще такое может быть, что, во-первых, в такой хорошей стране, процветающей, да, и люди оказываются в такой вот депрессии, да, это, во-первых, первый вопрос, как для обычных людей, да, вот, и второй вопрос, это, естественно, как верующие, то есть это не всегда люди с детства верующие, да, а есть те, что с детства верующие, и вот, кажется, вот столько лет прошло, человек столько лет ходит в церковь, уже, ну, кажется, знает все, что он должен знать, да, и уже столько Библию раз перечитал, и уже там столько собраний посетил, столько перемолился уже, ну, кажется, святой человек должен быть, да, и узнаешь, и даже люди не просто молодые, которые там гормоны играют или что-то такое да а даже доходу того что про бабушек рассказывают служители что говорят бабушка говорит сыночек я всех таблеток могу избавиться все это вот эту маленькую красненькую вот мнение вот это вот я был без нее же не могу жить вот как-то вообще такое возможно что ну есть такая проблема вот в американской стране богата во первых и вторых среди верующих я бы сказала что конечно же люди проходят разные переживания и здесь люди стали нежнее потому что когда люди жили потому что потому что когда они приезжают в америку здесь все на чувствах и здесь ты себя how you feel как ты себя чувствуешь и люди уже начинают как я себя чувствую потому что когда они были в советском союзе нужно бежать нужно делать нужно стремиться нужно работать нужно пахать а здесь когда ты пришел у тебя тут много очень помогают да и и когда как ты себя чувствуешь и люди начинают раздумывать как же я себя чувствую и когда люди фокусируются на своих чувствах больше и приходит как бы и если честно у многих людей депрессия она приходит из-за маленьких проблем то есть есть реальные проблемы когда люди потеряли близкого человека когда люди проходят через боль через одиночество когда допустим вот как ты говоришь бабушке супруг умер она была всю жизнь со своим мужем а тут супруг умер и она плачет и она в этом и еют это красненькая таблеточка помогает это забыть а то есть есть люди которые потеряли близких есть люди которые развод пережили есть люди которые детей потеряли сейчас из-за войны очень много происходит плохого всего и это боль это переживание а есть люди у которых на самом деле все хорошо но они всегда стремятся найти какие-то маленькие проблемы вот они находят как сегодня у меня машина не заботится я в депрессии и и это понимаешь это уже совсем другое или сегодня сегодня я пошел в магазин и мне дали не то кофе я в депрессии и то есть люди люди сильно фокусируется как они себя чувствуют если у них любой негатив у них сразу же они позволяют маленькому негативу то есть что-то поломалось что-то случилось в жизни такое что необычного и у них сразу же приходит уныние и они говорят мне кажется я в депрессии то есть все начинается с маленького по сути да как бы но причины могут быть нормальным как бы естественным можно нормальным но естественно да то есть когда реальная проблема у человека в жизни то это еще как-то можно понять да бывают мелочи такие на которые человек не обращает внимание но с них начинается больше и больше и больше а что больше может быть ну когда мы говорим о депрессии на имеем ввиду что не просто как бы силам минутное что ты чувствуешь то есть сначала же сначала как сатана действует сначала он дает просто мысли обычные мысли это у тебя не так происходит жизни это плохо тебя не получая особенно не получается особенно студенты которые экзамены пишут или даже какое-то испытание в жизни пришло и вместо того чтобы сказать бог поможет мне я пройду это люди говорят у меня больше ничего не получится и приходит как бы что ты ничего не можешь сделать такое состояние что как уже приходит такое что безразличие ты уже настолько ты сдался и в момент когда человек сдался вот тогда приходит на него дух депрессии и тогда то есть приходят большие атаки и и уже люди думают о суициде и казалось проблема не такая в классе тебя не любят там на работе тебе что-то сказали но но когда у тебя приходит уже такое разочарование сильное то тогда депрессия начинается да и сильно большая боль и казалось бы это маленькое происшествие где ты можешь с кем-то поговорить кто-то тебя поддержит и ты пройдешь это но люди это воспринимают очень близко к сердцу маленькие проблемы и они говорят это моя большая проблема и на самом деле иногда на года эта проблема находится и иногда жизнь немножко скатывает не немножко а скатывается в христианстве немножко перейдем так уже на христианскую сторону уныние считается грехом и традиционных церквях это называется даже смертельным грехом то есть это один из семейства называемых смертельных грехов слышал одного человека который говорит что уныние это вообще не грех где вы в библии находите что уныние это грех так уныние это грех или не грех ну как я не богослов чтобы рассуждать о таких вопросах но ну как жена пастора человек который сам пережил это и человек который миссионерстве встречается в любом случае с этими людьми конечно что происходит я я как бы живу в индии да и мое служение вдовам и сиротам и когда я общаюсь со вдовами и когда я общаюсь с сиротами я им говорю уныние приходит и я ни в коем случае никогда не говорю ты грешен потому что ты в уныние наоборот говорю вставай иди вперед и я говорю чтобы это не было бог тебе поможет то есть женщины приходят они говорят там меня мой сын избивает потому что я прихожу в церковь и это уже сильная у них сильное уныние то есть у них серьезные проблемы и я говорю господь тебе поможет бог просто просто начинай молиться просто начинаем восставать против этого духа и бог просто даст тебе свободу и также когда сироты мне тоже говорят у нас то есть сироты приходят говорят я на моих глазах мой папа убил мою маму и закопал у нас же в доме у них в доме как бы грязь на полу и она говорит и и уже прошло какое-то время но она все стоит передо мной и я говорю начинай просто ближе к богу господь убери это все что есть в моей жизни убери это уныние то есть говоря о церковных я я не считаю что это грех но я считаю что это состояние когда как бы атака сатаны я считаю конечно от этого нужно отдалиться и просто просить бога бог приди в мою жизнь дай мне преодолеть эту проблему какая у меня трудность мне нужно простить человека помоги мне простить человека мне нужно преодолеть какую-то боль бог помоги мне преодолеть эту боль я какое-то переживание я потерял близкого господь помоги мне преодолеть эту больше потери близкого человека господь я хочу твоего исцеления и бог всегда будет верен и ответить то есть я считаю что это Это не грех, но я считаю, что это как бы состояние, которое нужно преодолевать, и Бог не дал нам духа уныния, но духа радости. Да, да. Ну вот с одной стороны есть люди, которые говорят, что нет в Библии такого греха, то есть перечисляются грехи, там, не убей, не укради, там, ну и нет такого, что не будь унылым, там, или не впадай в депрессию, да. Но с другой стороны есть люди, которые еще посерьезнее говорят, читают цитату одного из отцов церкви, да, пишет так, уныние – это греховная страсть, значит, не просто там чувства, эмоции, там, у тебя что-то неплохо случилось, да, это греховная страсть, заключающаяся в расслаблении сил человеческой души и нежелании подвязаться ради своего спасения и вечности. То есть это греховная страсть к чему-то, да. Дальше, вот, это был православный отец, да, в православной эскетике уныние признается необычным психологическим состоянием, а страстью. Страсть уныния выражается в сердечной тоске, изнеможении ума и прочих состояниях, препятствующих подвигу ради Бога. Христианские подвижники называют уныние оболгателем Бога, поскольку находящийся под действием этой страсти человек представляет Бога немилосердным, вот как это было в вашем случае, да, не человеколюбивым, а подвиг ради Бога считается ненужным. То есть такой человек недооценивает влияние греха и забывает, что спасение души требует мужественного труда в терпении, скорбе и искушении. Причем самые испытания служат исправлению человека и являются выражением божественного человеколюбия. То есть мы иногда так смягчаем все и говорим, что это не грех, вот все нормально, тебе надо чуть-чуть постараться там все это. А вот люди, отцы церкви не говорят, что это наоборот греховная страсть, потому что она влечет тебя от Бога, и ты начинаешь плохо думать о Боге, что он там не любит, что он там наоборот плохо тебе делает, в то время, когда Бог из своей любви, он тебе пытается помочь. Вот как вы думаете в отношении таких высказываний? Что, во что я верю, что Бог пишет в Писании, Бог говорит нам, что милость Божья обновляется каждый день. И да, мы проходим моменты депрессии, мы проходим моменты переживаний, и когда во втором классе я потеряла отца, мой отец умер. И для меня это было, это был момент, когда я перестала плакать, на меня пришло такое уныние, что я даже, на меня пришла реальная депрессия, и я просто, у меня почему-то пришло понимание и чувство, что все, в этом мире меня никто не любит, в этом мире я оставлена полностью. И слава Богу, что были люди, которые сказали, что тебе не нужно оставаться в этом состоянии, ты должна отдать свою боль Богу, потому что когда ты теряешь близкого тебе человека, то тебе нужно отдать свою боль Богу. И кто-то мне сказал, да, ты скучаешь за родителями, да, ты их любишь, да, но свое переживание, свою потерю близкого человека, отдай ее Богу. И это хорошо рассуждать, что грех, что не грех, но как бы я уже как служитель, моя задача это помочь человеку выйти из этого состояния. Я могу указывать, это грех, это не грех, но я хочу находить места Писания, которые помогают выйти из этого. То есть Господь говорит, что обновитесь, обновитесь, придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Может, это не нуждающиеся и обремененные, а это грешники, которые нуждаются в покаянии? Я считаю, что депрессия это тоже большое бремя, которое мы несем, потому что депрессия, она приходит из-за определенных обстоятельств жизни. И я верю, что мы должны отдать наше бремя Господу. И Господь, помоги мне разобраться с этим. И Господь научит нас, как правильно выходить из этого и как приходить в состояние преображаться в образ Христов. Хорошо, если мы говорим о людях неверующих, то как бы это одна ситуация. Если мы говорим о людях новообращенных, то в каком-то смысле можно применить это и сказать, что тебе надо сейчас прямо помощь, давай мы что-то постараемся как-то сделаем. Но когда речь идет о давно верующих людях, которые уже должны быть утверждены и читать это, исповедовать, вопрос следующий. Не являются ли такие люди просто младенцами, будучи уже многолетним стажем верующими, младенцами, которые, как дети малые, им говорят, дай мне эту конфету, эту машинку, а мне уже это не надо. Ну и как родители, ну простите слово, сюсюкаться надо с этими детьми, которые то-то, то это, то не нравится, то нравится, то что-то самое. Может быть, это уже должно быть по-другому как-то отношение к этим взрослым верующим, которые уже должны были иметь другое осознание. И даже такой пример приведу. Мы общались с одним епископом, и он рассказывал о том, как его Бог ввел к служению, сейчас он уже известный епископ, именился я их в случае не буду называть. И он говорит так, что вот в начале какого-то пути ему Бог пришел и говорит, что, я смягчать буду слова, он нам более жесткие слова говорил, и Бог ему говорит, что я тебя помещу в бочку с человеческими экспериментами, и если ты простишь людей и не проклянешь меня, то тогда я еще посмотрю, что с тобой сделать. То есть мы обычно привыкли к такому Богу, который там будет бегать за нами, там, ой, может тебе вот это, может тебе вот это, вот это, а мы такие, ой, я в депрессии, мне тут надо вот это, вот это, мне помажьте. Может быть, наоборот, человеку верующему, давно верующему, наоборот, может быть, стряска надо такая, что, как бы, ты вообще, ну, ты кто такой, и что ты тут, ты сама ожидаешь или требуешь, может, это надо? Иногда, да. Что я хочу сказать? Ну, как бы это грубо ни звучало. Есть такие люди, которые, у них депрессия не из-за чего, они, как бы, делают, требуют внимания, и когда они теряют это внимание, дети вышли замуж, поженились, они остаются одни, они требуют внимания, и они начинают, им это чувство приходит, или иногда маленькие проблемы, и люди, как бы, им нужна стряска, как вы сказали, но есть такие ситуации, когда, как бы, ты уже верующий много, я буду откровенной, я, да, определенное время я верующая, да, и, как бы, 10 лет я в браке со своим мужем, я жена служителя, и я в служении, но у меня четверо детей, и пришел такой момент, когда просто суета обычная охватила, и ты каждый день бежишь, 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 приходишь, спишь по 6 часов, встаешь, и опять все начинается, и проблемы у людей не заканчиваются, то есть я, как служитель, я должна служить, а у меня дома свои проблемы, мне нужно с детьми заниматься, взращивать их, чтобы они были... всегда есть, всегда есть, что делать, всегда есть, и я тружусь, и он трудится, и иногда за неделю мы, нам нужно сесть и поговорить, а у нас нет времени, и такое бывает, и тогда приходит такое понимание, что уныние приходит, и приходит понимание, ты бежишь с детьми, и все, и если там что-то, как бы, определенные моменты, они выбивают тебя из колеи, и когда приходит это уныние, я опять же сказала, я уже говорила, но я хочу еще раз повторить, что ты просто молишься Господь, и я сейчас в таком унынии, потому что вот, вот это и вот это произошло, и это не что-то большое, но это что-то, что, как бы, повседневная жизнь, и что-то застопорилось, и я всегда, мне нужна встряска, мне нужна встряска, то есть это просто временные какие-то переживания, депрессия-то, когда вот, ну, медики-то говорят, это больше двух недель, когда у тебя уже, ты полностью в этом зациклен, вот, то есть это не депрессия, послушайте, это печальное переживание, просто, как бы назвать, да? Может перейти в депрессию. А, может перейти. Да. Хорошо, тогда мы сейчас перейдем уже к решению вопроса, да? Когда мы говорим о новопрощенных людях, которые уже долгое время верующие, ну, либо называют себя верующими, то, что делать, вот, какой совет дать таким людям, а есть ли панацея какая-то, да? Такая, что, как бы, так, ну, есть такие проповедники, которые, так, тебе надо, там, пункт один, вот это, пункт второй, вот это, и у тебя все будет чудесно, прекрасно. Вот, исходя из твоего опыта, вот, работы с теми людьми, которые нуждаются, есть ли что-то такое простое, обычное, как, там, что там, цитрамон, или что там обычно давали на все случаи жизни? Ну, на самом деле, в Писании написано, когда вы в унынии молитесь, а когда вы в радости по эти псалмы, но, как бы... То есть молитва, это самое универсальное средство? Это, это самое универсальное средство, потому что нужно именно разговаривать с Отцом, понимать, что ты приходишь к Отцу, который тебе поможет, который тебя избавит от этого переживания и депрессии, и просто первое, конечно, молитва, второе, я верю, это прославление. Когда мы в прославлении, Бог дает нам радость, и приходит этот мир, и приходит этот покой. Извините, можно вернуться чуть-чуть к молитве? Под молитвой, естественно, мы же не подразумеваем, что кто-то там сел, прочитал, что-то какие-то слова, там, ученар сказал, там, и все. Ну, что-то, мы подразумеваем какое-то общение, что ли, или ты что-то ожидаешь от Бога, или вот какую молитву мы имеем в виду? Я, первое, что я делаю, я говорю, Господь, я отдаю свою боль, свое переживание, через что я прохожу тебе. Я отдаю, то есть... То есть ты признаешь свою проблему перед Богом, отдаешь ее Богу, вот, какими-то своими словами, да, что потом? Я говорю, Господь, дай мне, дай мне дух радости, дух мира, все плоды Святого Духа. Я говорю, Господь, пусть плоды Святого Духа, они взращивают во мне, и возрастают во мне. Вот, и потом я говорю, места писания, это самое прекрасное средство, это призвать в кровь Христа, и места писания прогащать. В молитве или просто, как бы, так сказать, после молитвы? Можно в молитве, можно после молитвы. Как вы воспринимаете? У меня местоописание, это моя молитва Поэтому я каждый день Я выписала себе местоописание И я провозглашаю их каждый день И говорю, моя молитва Это местоописание, потому что Бог сказал Его Писание живо и действенно То есть ты молишь и говоришь, Господь, ты пастор мой Аминь, аминь Это прекрасный псалом Они говорят, ой, есть христиане 90-го псалма, но это прекрасный псалом Я провозглашаю так, Господь Пастор мой, я ни в чем Не буду нуждаться То есть вы не должны просто говорить слова, а вы должны понимать, что написано в Писании, что если Господь сказал, что ты ни в чём не будешь нуждаться, значит ни в чём. Он покоит меня на злачных пажетях. Что это значит? Господь ведёт меня, Он наполняет меня, Он даст мне злачные пажетки, водит меня к водам тихим. В этом вообще большая сила, что Бог тебя приведёт к водам тихим, потому что у тебя шторм бушует, потому что у тебя произошло всё, а Бог ведёт тебя к водам тихим. И я не просто говорю, что говорить слова, а я говорю, что переживать, что приходило ремо, откровение Божьего Слова. И когда это приходит, то эти слова не просто становятся, не просто словами, они дают великое откровение, и приходит изменение, исцеление на твои раны. Это вот очень такой полезный совет. Почему? Потому что светские психологи, да, они дают такие похожие советы. То есть ты просто говори там утверждения, такие вот affirmations, да, что вот у меня всё получится, я там хороший, я красивый, ты повторяешь, и оно будет работать в твоей жизни. Ну и даже там это работает, да. Но в нашем случае это вот, когда ты молитву произносишь, что, наверное, это уже такой более высокий духовный уровень, там, где ты уже получаешь что-то от Бога, который укрепляет тебя. Вот, да, это, наверное, более ценное, чем просто ты просто провозглашаешь что-то, да, как в обычной жизни. Да. Хорошо, значит, молитва. Место писания исповедовать. Хорошо, ещё такой вопрос отношения молитвы. А что, если не хочется молиться? То есть я уверен, что среди депрессионных людей, депрессивных, есть много тех, которые говорят, я не могу молиться, я вот просто вот всё закрыто. Рот не открывается, челюсть не поворачивается. У меня тоже были такие моменты, что не получалось прославление. Прославление это, если посмотреть на Давида, то когда приходил на Саула злой дух, он ему на арфе играл, и он пел, и ему приходило как бы освобождение. То есть я верю, что когда приходит на нас дух уныне, то когда мы прославляем Бога, то опять же мир на нас приходит. И просто Бог даёт такое умиротворение и благословение. И просто, если вы можете, включайте прославление, и вместе со словами прославления славьте Бога. Когда вы делаете славословие, то Бог даёт вам радость, и Бог даёт вам исцеление. То я верю, что славословие очень помогает, то есть славить Господа и как бы прославлять Его. В прославлении Бог делает очень большие чудеса. То есть я уже много раз испытала это на себя. Если тебе приходит как бы, ты думаешь, что что-то плохое произошло, какая-то авария или что-то, я слышала такое свидетельство сестры Элис. Она говорит, что её подруге дочка попала в аварию. И они сказали, что у неё переломаны все кости. И она говорит своему переводчику, говорит, давай молиться за твою дочку, славить Господа, что у неё всё хорошо. И она говорит, машина была полностью разбита, но она говорит, что её дочка полностью была, у неё чуть-чуть там пошкрябины. И это была милость Божья. И я знаю, что Господь, когда ты начинаешь благодарить среди своих очень болезненных ситуаций, очень больших проблем, Бог смотрит на это, и Он помогает тебе выйти из своего переживания. Хорошо, значит, если не хочется вообще молиться, то надо хотя бы включить YouTube кого-то, кто там молится, и как-то вот эта атмосфера, она по чуть-чуть будет влиять на тебя, чтобы ты начал выходить. Хорошо, молитва, что ещё? Конечно же, очень хорошо прослушать какую-нибудь проповедь, где человек говорит, что вот он был в такой проблеме, и он вышел из неё, потому что всегда есть выход. Выход есть Иисус Христос, и Он хочет помочь тебе выйти из этого. Но иногда ты говоришь, ну, вы меня не понимаете, вот моя проблема, она самая большая. Ну, это у всех такое. Да, и как бы очень важно послушать человека, который прошёл через определённую боль, и он вышел из этого, то есть есть выход, они должны услышать, что есть выход. Ты не должен находиться в этом состоянии, ты не должен находиться в этой депрессии. Бог хочет вывести тебя, ты не должен принимать эти таблетки, Бог хочет дать тебе свободу. То есть это нужно, как бы первое принятие решения, когда ты принял решение, потом ты продолжаешь молитву, кровь Христа, призывать кровь Христа, это тоже очень важный момент. Я верю, что кровь Христа поможет преодолеть это чтение Писания. Писание – это… Хорошо, это уже третье. Да. То есть первое – молитва. Второе – услышать тех людей, которые прошли через это, освободились, и сейчас они рассказывают, как они это делают. То есть это какие-то и полезные советы, и вдохновения, и свидетельства. Третье – священное Писание. Это что делать? Читать три раза в день по пять минут? Как я уже сказала, это слово Божье, письмо любви, которое нам отец дал. Не нужно воспринимать Библию как какая-то книга. Это не книга, это письмо Бога, письмо отца нам, детям. И когда мы берем Писание в руки, мы должны воспринимать, что Бог написал, Бог дал выход. Я хочу взять Библию. Бог в Писании есть выход на каждую ситуацию. Какая бы у вас проблема – финансовая проблема – здесь есть выход. Какая бы проблема у вас не была – в Писании есть выход. И не нужно воспринимать, что это «о, это там написано столько лет назад». Нет, Бог, потому что Дух Святой, Он удивительный. Бог живет вне времени. То есть у нас есть определенное время, Бог вне времени. И Он нам дал ответ в Писании на всякую проблему, на всякую депрессию, на финансовую проблему, что бы это ни было. И здесь есть ответы. Поэтому нужно воспринимать Писание, что я буду читать. «Господь, что ты сегодня проговоришь мне? Проговори мне». Мой свекор, он главный пастор нашей церкви, он всегда учит, говорит, «Никогда не берите Библию в руки, не сказав, Господь, открывай мне свои откровения. Что ты хочешь мне сегодня сказать?» Очень ценно. И Он говорит, берете эту книгу, открываете, и Бог будет изливать. Будет не просто, что мы чтение, а «Рема» – это слово «откровение» из греческого означает, ты получаешь откровение, когда читаешь. И Он говорит, что берете, читаете, и то, что вам сегодня Бог проговорил. Потому что всегда, когда мы читаем, люди этого не замечают. Но какие-то места Писания, они как будто бы открываются нам, как будто бы мы их по-особому прочитали. Это Бог говорит к нам. Но мы не всегда это осознаем. «Ой, ну там что-то…» «А мне Бог не говорит». Нет, тебе Бог говорит. Тебе Бог говорит. Первое, через что говорит Бог. Самое главное – пророческое слово. Самое – это Писание. Бог хочет говорить через Библию. И поэтому открываем Писание, и Бог, зная наши проблемы, нам именно те выйдут места Писания, чтобы нам Бог помог. И мы читаем, и мы видим, что Бог реально дает ответы, и что просто милость Божья будет изливаться через Писание. Исцеление на депрессию, исцеление на переживания, исцеление на потерю близких – все это есть. Если мы истинно ищем, Бог откроет. Да, это очень такой важный совет. Почему? Потому что некоторые верующие чисто механически читают. Ну и сам за собой иногда такое замечаешь, когда понимаешь, что там расписание есть какое-то, и ты там следуешь расписанию, и тебе надо там, тебе уже спать хочется, ты уже устал от рабочего дня, и тут тебе быстренько-быстренько надо там что-то прочитать, и ты это механически читаешь, считаешь, а потом вдруг осознаешь, что подожди, о чем это я читал там только что. То есть понятно, что не о таком чтении мы сейчас говорим, а вот о том чтении, когда ты вживую воспринимаешь этот текст, и он говорит тебе. Да, хорошо, значит, у нас была молитва, открытая молитва перед Богом, у нас было, значит, послушать, посмотреть, прочитать тех людей, которые прошли через это, Слово Божие, да, какие еще могут быть советы? Поклонение, поклонение было. Поклонение, да. Это как отдельное что-то или это в молитве? Я бы сказала, это отдельное, потому что это очень помогает. Отдельное? Да. То есть это надо уделить время, помимо всего остального, уделить время, сказать, Господи, сейчас я буду тебе поклоняться, прославлять имя твое святое, петь тебе, значит, не требовать там, там что-то, чтобы нужды мои восполнить, да, вот именно просто благодарить, прославлять Бога, да? Да, это правильно. Это отдельно, да? Это отдельно. Всегда прославлять Бога, как бы мой свекор, он всегда учит меня, как долго надо прославлять, если такой вопрос уместен. Мой свекор говорит, что людям, которые просто христиане, молиться нужно хотя бы час, потому что Иисус говорил, когда он ушел, хотя бы час, и он говорит, хотя бы час в день, да? Да, да, но он говорит, для служителей это должно быть больше. Десятина, это 2 часа 40 минут, да, но нам нужно намного больше отдавать Богу, чем десятину нашего времени в день. И он говорит, что первое, говорит, ничего не проси, просто слава Бога, просто благодари Господь, я благодарю тебя, ты умер за меня на кресте, твоя святая кровь пролилась за меня. И он говорит, начинать благодарить и славить Господа. И говорит, потом только, когда он учит, как молиться, он говорит за Израиль, за сирот, за вдов, за пробуждение и за миссионеров, он все-все это учит. И уже потом, говорит, в конце уже начинай молиться за свои проблемы. То когда мы как бы молимся глобальными молитвами, мы молимся молитвами, которые учат нас Писание, потому что в Писании написано, молись за Израиль, молись за сирот, молись за вдов. Когда у нас проблема, когда мы благословляем сироты вдов бог нам будет отвечать может быть может быть у меня только иногда такое бывает ну думаю что некоторые верующие тоже сталкиваются с этим иногда ну пытаешься прославлять бога да вот ну как-то чувствуешь это не искренне получается вот когда ну когда человек тебе добро сделал да какое-то и ты так искренне благодаришь человека ну потому что ну как то вот это да но когда кто-то говорит так все три-четыре час начинаю прославлять ну и чувствуешь как будто бы ты лукающий так это вот ну таких случаях когда говорят три-четыре сейчас начинаем прославлять это обычно значит христиане которые прославляют бога только в церкви потому что обычно ты сам должен себе сказать три-четыре выхожу из депрессии в душе нет этого тебя заставляют это да поставление это должен быть стиль жизни это не должно быть что ты только в церкви ты представляешь бога ты должен поставление бога должно быть каждый день и и утром проснулся я первая я включаю поставление и я вместе со словами музыки я славлю бога и конечно бывает такое что как бы приходит но я научилась а бог тот кто создал тебя это не три-четыре ты славишь бога бог создал тебя бог умер за тебя на кресте какая тебе благодарность должна быть за всемогущего бога который умер за тебя на кресте бог прощает все твои мы люди мы такие грешные мы всегда что-то думаем и всегда что-то обижаемся будучи христианами да и и мозги заняты да и и бог все прощает то осознавая это осознавая что всемогущий бог снисходит до твоего уровня приходит тебе и говорит дитя мое в твоей депрессии в твои проблемы я люблю тебя я рядом с тобою у нас должно быть большая благодарность и большое как бы признание богу и словословие должно просто лица и я научилась уже как бы я даже песни которые я слушала проставление я поменяла то есть ой я грешник бедный нет господь буду славить тебя превознесу тебя я знаю надо иногда но но нам нужно нам нужно славить царя царей мы созданы для славы божьей мы мы созданы ставить бога и проставлять его и когда нам приходит из-за этого когда мы проставляем бога нам приходит благословение когда ты не чувствуешь что тебе надо хочешь тебе хочется проставлять все равно должен как-то переселить себя для начала потом он пойдет хорошо прежде чем мы перейдем уже бы очень быстро таким более приземленным советом если еще какие-то такие духовные советы вот как молитва чтение библии прослушивание там ценных советов из духовных таких категорий есть еще какой-то совет или нет очень важно что когда мы что-то прослушали то есть или писание или что размышлять потому что очень если мы помолились важно послушать бога если мы прочитали писание важно раздумывать над этим бог говорит раздумывать размышлять над писанием и многие люди они вот помолились и говорят встал и пошел в церкви нас учат так что вам бог сегодня отвечает, то Бог вам ответит или через... Бог отвечает каждый день. Нет такого момента, что Бог не ответил. Что вам Бог говорит в ваше сердце? И вы помолились? Остановитесь и послушайте, что Бог говорит в ваше сердце. Почитали Писание? Господь, что ты сегодня мне хотел сказать? И выпишите, прям выпишите то, что Бог вам говорит и размышляйте над этим. Написано, что Писание, оно проникает до разделения души и духа и оно меняет нас. И если мы правда верим в это, то оно будет нас менять. И наши проблемы, наша депрессия, наши переживания, наши потери, они будут исцеляться и Бог будет делать чудеса. То есть важно не просто помолился, а раздумывать, что Бог нам сказал. Не просто почитал Писание, раздумывать, что Бог нас сегодня научил. Мы почитали Слово Божье, что Бог хотел нам сказать. И тогда это будет большое изменение в нашем сердце. То есть то, что Библия говорит об обновлении ума нашего. То есть процесс рассуждения, уникаешь в Писание, думаешь, то есть уделяешь время этому. Хорошо, немножко уже мало у нас времени осталось для этого. Что делать в отношении других вещей, как бы земных, важных, нужных, насколько они важны. Ну, то есть занятия спортом, отвлечь свое внимание от своей депрессии на что-то другое. Ну, там, кто куда отвлекает свое внимание, да. И в отношении медикаментов, то есть я понимаю, что в некоторых ситуациях они необходимы и нужны, да. Но вот интересный совет я услышал, ну, в интернете, когда исследовал эту тему. Совет. Наслаждайтесь ароматом антидепрессантов. То есть, как бы, не принимайте антидепрессанты, а просто так понюхали, как бы, ну и все, и отложили в сторонку. Значит, ну, вот есть такие обычные вещи, которые, ну, как-то нельзя о них не сказать, да, когда мы говорим о депрессии, что все-таки человек должен, физически где-то выход своим, своей энергии должен быть, да, должно быть какое-то общение с людьми, должно быть правильное питание, выход на природу, на свежий воздух, ну, какие-то даже если и временно, определенный период и медикаменты. То есть, насколько это важно или не сильно важно по сравнению с духовными вещами, которыми, если ты духовное прошел, значит, все остальное уже будет как-то быстро решаться. Писание нас учит, что нужно пребывать в собрании, Писание нас учит, что если ты проходишь, проходишь испытания, поделись с кем-то. То есть, Бог говорит, признавайтесь в ваших проступках, и вы говорили, что вот это грех, вот придите и признайтесь, я в депрессии. Если вы признались, это уже 50 процентов проблемы решено. Пойдите к кому-то, кто может вас помочь, кто наставит вас, кто не будет над вами смеяться и скажет, о, ты в депрессии, у христиан нет депрессии. Который скажет, нет, давай вместе помолимся, давай вместе будем славить Бога, давай вместе. То есть, это очень важно. Общение, особенно с людьми хорошими, да, это важно. Да, очень. Спорт, природа, свежий воздух, правильное питание. Сейчас молодежь, что они делают, они занимаются спортом. Я всегда говорю, они ставят не христианскую музыку, я всегда говорю, пожалуйста, когда вы занимаетесь спортом, в ваших наушниках должно звучать проставление. То есть, ваше тело тут как бы улучшает себя, а ваш разум, он должен думать о Божьем. Включайте проставление. Пусть, когда вы занимаетесь спортом, вы должны проставлять Бога дальше в то время. А будет ли правильно сказать, что это важные вещи, хорошие вещи, вот, но второстепенные, потому что самое главное дух человека, спасенная душа. Да. Можно так сказать? То есть, на это вот обратить особое внимание, ну, а второстепенное, оно должно тоже быть второстепенное. Это все важно. И Бог в Писании, если посмотреть в Писании, Бог об этом обо всем говорит. То есть, Бог говорит, сначала позаботься о духовном, а Бог говорит, а я позабочусь о телесном. То есть, вы молитесь, вы просите Господь, помоги мне выйти из депрессии. В этот момент Бог посылает тебе людей, как ангелов, которые придут, помогут тебя, выведут. Бог тебе... Мы всегда имеем такое чувствование, вдруг мне Бог говорит, позвони этому человеку. И вдруг мы начинаем за кого-то молиться, и что это? И потом мы звоним и говорим, я молился за тебя, что у тебя произошло? А этот человек сейчас находится в депрессии, он проходит какую-то боль. То есть, Бог, он приводит даже к тому, чтобы ты пообщался и физические упражнения сделал какие-то. Да, очень важно. Да, и принял все, что надо, да. То есть, Бог вразумляет. Это очень важно. Хорошо. Значит, сердечно благодарю за ваше участие в нашей программе. Я уверен, что много людей, они получили очень много ценных советов. Одна минута времени у нас осталось для того, чтобы просто сказать тем людям, которые... Вот человек сидит, нас смотрит, слушает, и он понимает, что он прямо сейчас находится в депрессии. Вот, есть ли какое-то такое слово ему на камеру прямо сейчас, вот он сидит и смотрит? Я хочу, чтобы вы просто помолились и сказали, что дух депрессии, отойди от меня, дух депрессии, уйди. Я принимаю Иисуса Христа в свое сердце. Я осознаю, что он помогает мне выйти из депрессии. Господь, я верю, что ты меня поведешь, я верю, что ты меня направишь. И Господь, я верю, что ты даешь мне выход из депрессии. Мне приходит выход, мне приходят ответы, мне приходит благословение. Господь, я буду ведом Святым Духом. Я буду делать то, что говорит Твое Писание. Я буду читать Писание. Я буду делать все шаги, чтобы выйти из этого состояния. Господь, я буду славить Тебя. Господь, я буду просто укрепляться Тобой. Бог говорит укрепляться им. И я не сдамся. Бог говорит, семь раз падет праведник. Если вы упали, если вы в унынии, вставайте, потому что вы встанете, вы праведник, вы пройдете. Бог обновит вас. Бог может сделать всякое чудо, которое вам нужно. Просто верьте, просто доверяйте, что Господь милостью Своею, Он умер за вас на кресте. Он избавит вас от всякой депрессии, от всякого бремени, которое на вас. И Бог сделает вас победителем. Бог сказал, что мы победители в Иисусе Христе. Так что побеждайте, побеждайте силою Христа, силою Креста и силою Святого Писания. Бог вам поможет, и Он вас выведет. Да, Оксана, благодарю вас сердечно. Итак, дорогие друзья, наша программа подходит к концу, с заключением. Хочу вас ободрить также и вернуть к первому месту Священного Писания, который мы прочитали, Евангелие от Иоанна. Иисус говорит, что у тех, кто верит в Него, и, конечно, подразумевается искренняя вера, то есть не какая-то номинальная, не какая-то такая временная, да, искренняя вера, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть, если мы придем к Богу с искренностью нашего сердца, вне зависимости от того, что случилось в нашей жизни, сколько времени мы уже там в уныне или в депрессии, что-то, нужно делать то, что мы можем делать, доверять Богу там, где мы не можем делать, вот, но бороться, стараться, стремиться, вот, и, конечно же, чтобы наша вера, она производила вот внутри, и она будет производить, то есть не сказано, что может быть, возможно, да, а потекут. Вот, то есть надо в это верить, к этому стремиться, этого ожидать. Поэтому пусть Бог вас благословит. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok